Я двигаю рукой. Определение движения. Мыслящая форма определяет становление чувственной формы. Если она определяет ставшую чувственную форму, то мы имеем пустую форму. А поскольку ставшая форма – это форма восприятия, то если она пуста, то она бессмысленна. Если мы определяем уже готовую форму чувственную, то она пуста. Мы, следовательно, определяем или вообще не определяем, или определяем становящуюся форму. А понятие становящейся формы – это, я говорю, не противоречие определения? Чувственная форма. В отношении мыслящей формы и чувственной формы. то есть чувственная форма становится в отношении мыслящих форм? Да. То есть становится предметом. Определение предмета переходит на чувственную форму. Мы имеем ситуацию движения. Просто движения. А я вот чуть вернулся назад, да, к тому, что если мыслящая форма объявляет чувственную форму, и чувственная форма есть ставшая форма, то такая форма пуста. Я, честно говоря, не понимаю, почему. Потому что в качестве готовой формы она является формой восприятия, и восприятия – ничего. Мы до сих пор имели дело с какой ситуацией в мире? Активная мыслящая форма, пассивная и равная себе и чувственная форма. Это ситуация восприятия. Как только появляется отношение двух форм, мы имеем ситуацию активной мыслящей формы и готовой, и пассивной чувственной формы. Обязательно готовой. Но если переходит активность мыслящей формы в чувственной форме, то она не может быть готовой. он был только становящийся. Не знаю, ответил? Да, да. Я сообразил, что я даже в прошлый раз это понял. сегодня сегодня не выставил. Чувственная форма остается пассивной, она не может быть готовой. Значит, она станет пустой. форма пустого восприятия, что вообще говоря, нереально. Значит, определение действия, мыслящая форма определяет к становлению чувственную форму. мыслящая форма определяет становлению чувственную форму. Определяет к восприятию, значит, чувственная форма готова. Определяет становление, значит, перед нами действие. В этом действии мы находим два аспекта. С одной стороны, всякое действие и действие вообще. Ну, извините, что я повторяю, но очень-очень говорил уже, плакался, сложная тема. Всякое действие и дети вообще. То есть, мыслящая форма в чувственной форме, в действии чувственной формы находит аспект. в сторону. Это сторона действия вообще. Хоть левой, хоть правой рукой, хоть ногой, хоть коленом. Это действие вообще. Это аспект. Действие вообще, как какую-то реальность, представить себе нельзя. Перед нами действие вообще. Поскольку мы имеем действие вообще, мы имеем ситуацию, когда мыслящая форма, в чувственной форме соотношен с собой. я есть я. Действие совершается, но в этом действии я равен себе. Поскольку я действую, поскольку я создаю ситуацию равенства с собой. Так, а бывают действия, которым я не равен себе? В любом действии я себе равен? Нет. Если взять другую сторону движения руки, то совершенно очевидно, что я не равен, я не есть движение рукой. Ну, все что угодно, только я не есть движение рукой. я совершаю это действие, это правда, но я не есть это действие. Это задает ситуацию, все интриги. Почему я понимаю, что я полностью повторяю прошлую лекцию пока, но тем не менее, потому что мне самому очень трудно думать о происходящем. почему я понимаю, что я действую рукой? Потому что в этом действии я соотношусь с собой. Почему я в этом действии соотношусь с собой? Потому что я вижу в нем абстрактное действие, которое ничем не отличается от чувственного действия. Абстрактное действие, что рукой, что ногой. в котором я соотношусь с собой. Поэтому я понимаю, что я совершаю это действие. А с другой стороны, это действие конкретное, потому что форма чувственная. И второй аспект, поэтому я абсолютно не рад, я не есть я по отношению к движению рукой. Вот так довольно жёстко. Я есть я, я есть не я. А как вы понимаете, что вообще говоря... То есть я теряю себя в этом движении рукой или обретаю себя в этом движении рукой? С одной стороны обретаю, с другой стороны теряю. Что я может действовать? Откуда мы это знаем? Вообще, почему есть такая возможность, что я может действовать? Ну, потому что я – это мыслящая форма, которая по определению действенна. Мы уже знаем всё об этой мыслящей форме. Она деятельна по определению. Вот чувственная форма приобретает новый вид. Она теперь не равна себе. Раньше единица деятельности была мысль, а теперь же единица деятельности является чувствованием формы. Ну, это как бы что-то другое. Другое. И в этой единицу мы находим два... Ну, согласитесь, что я произвожу движение рукой, и я не есть это движение. Это исходная интуиция. Я это исходная. Согласен. Просто изначальный вид. Казалось бы, что мышление может, на самом деле, двигать только мысль. Как оно может двигать как бы что-то другое? А, соответственно, чувствовая форма, как бы, потому она и чувствовая форма, что она может двигать чуть-чуть по предмету чувствованию. То есть, потому и есть разделение, да, как бы, что вот есть, условно говоря, одна субстанция и другая. Селестная и мыслящая. А вот эта вот связь-то, всё-таки, как мы добиваемся, что мыслящая форма может двигать чувство? Просто берём на веру? Что вас смущает в этой ситуации? Мыслящая форма определяет чувственную форму как восприятие. Это не смущает. Предмет им не может двигать она материалом. А чувствную форму может. Вот это случайно. А почему чувствная форма может? Посылка такая, что мысль действует на чувствную форму. Да, мысль-то действует на чувствную форму. А почему ты... И чувствная форма тем самым меняется. Почему тебя не напрягает, что чувствная форма может двигать предметы? Ну, потому что чувствная форма – это нечто из разряда этих же предметов. Стихия одна и та же. Субстанция одна и та же. Телесная. То есть те вот тела телесные, как бы, и чувствная форма телесные. Тела двигают тела, да? То есть здесь как бы нет проблем, потому что однородная двигает однородная. Дело же не в том, что я рукой двигаю чашку, а не в том, что я двигаю рукой. Ну вот, это не проблема. Как я могу двигать рукой? Если я вот умею делать, понятно, все остальное как бы согласен. Но сам факт, что я могу двигать рукой, это надо объяснить. Рука – это же это... Рука же, это насадительный предмет какой-то. Нет, это чувственная форма. Ну, понимай, оно выступает как предмет, а не как мысль. Я понимаю, что я двигаю мысль. Я был мыслью, допустим, что я могу двигать рукой. Я ее там воображаю. Но я же ее не просто воображаю, а могу двигать. Я ее не просто мыслью, а на самом деле двигаю. Ну, да. Я не понимаю, в чем... Ну, условно говоря, вот тела, с этой два шарика сталкиваются, они надо быть друг другу взаимодействовать. Нет, подожди. Причем здесь шарики? Так и мысли могут друг другу взаимодействовать. Посмотри, рука может быть чувствилищем. И в таком случае она, конечно, я ее... Мыслящая форма определяет вот эту чувственную форму к восприятию. И она воспринимает, например, жесткое или острое. Острое, в смысле, вот в таком. Да? Да. В мере любого другого, да. А? Да. Ну вот. В этом случае, в этом случае, таким образом определена определенная чувственная форма, именно как чувственная форма нам не дана, а нам через нее дан предмет. Да. Теперешняя ситуация в том, что мы пытаемся осознать эту чувственную форму в качестве самостоятельного предмета, в кавычках, для мыслящей формы. Мы не просто осознать, а еще и двигать. То есть действовать на нее. Одно дело, на самом деле, допустим, предмет воспринимать, да, это не только пассивная позиция в таком-то смысле. А здесь это просто совпадает. Смотри, дело же в том, что неподвижное тело в этом смысле мыслящая форма вообще не может схватить. В этом же смысл был изначальной посылки, что чувственная форма в этом случае должна стать становящейся. Она должна стать двигающейся. Потому что, когда она была просто в чувственной форме предмета, она никуда не двигалась. И, строго говоря, мы ее даже не могли никак в качестве отдельной схватить. А пытаясь ее схватить в качестве отдельной, мы, тем самым, можем это сделать только одним способом. Если будем мыслить ее в качестве становящейся, то есть двигающейся. Это одно и то же действие. Сознавать ее в качестве вот отдельного предмета и то, что она движется. Ну, это же из-за разряда логики, что если форма не покоится, значит, она движется. До других вариантов нет. А другой вариант состоит то, что, на самом деле, у нас же есть тело, оно же никуда не движется, но находится в рамках определенных и заранее, чаще. Попробуйте отличить действие от впечатления. И вот все получится, потому что вставшая чувственная форма – это впечатление. Даже вот-вот-вот, когда еще нет различия между мыслящей и чувственной формой, это впечатление. Вот-вот-вот. Но мысль на это впечатление… Да, внутри уже там есть и готовая чувственная форма, и активная мыслящая форма. Но вот-вот-вот это впечатление, которое обеспечивается отношением мыслящей и чувственной формы, хотя чувственная форма еще не отличена от мыслящей. Жизнь обеспечивается. Вот-вот-вот. Чистая разница, что эти впечатления дано, и мысль ничего с этим не может сделать. Оно просто дано и все. Было поставлено перед фактором, мысль может только принять, как есть, и все. А тут же другое же ситуация – мысль может изменить, она как-то что-то меняет. Она меняет в том смысле, что возникает движение без впечатления. Мы хотим выделить движение без впечатления. До сих пор классическая философия занималась действием как моралью, как прагматикой, а мы хотим выделить движение без впечатления. Движение зачем? Я немножко кладу. Движение, так сказать, зачем? Я хочу совершить благое дело. Зачем? Я хочу что-то обозначить. Ничего этого нет. Мы хотим выделить движение просто без впечатлений. Это так. Я утверждаю, что движение без впечатления возникает тогда, когда мы делаем тело, руку становящимся. Тогда оно не… потому что условием впечатления является готовое тело. Впечатление меняется. А вот-вот мы переходим к следующему. А следующий – переходим к большему. И тело остается равно себе. Просто мы понимаем, что переход от предыдущего к последующему и есть следующий. Когда мысль появляется, это проясняется. Что мысль действует, а чувство равно себе. Поэтому мы все время работаем с этим вот-вот-вот. Больше-меньше, потому что это все покоящееся тело. Пассивное покоящееся тело. А вот теперь мы находимся в ситуации отношения двух форм. Мысли и тело. То есть, все предыдущие формы, они все тоже были отношения мыслящей формы телеса. Ну, что-то побери, безусловно, так. Как же иначе? Даже вот-вот-вот было скрытым отношением мысли и чувством. Мы слишком много ходили этими дорожками. Но теперь мысль определяет тело, а не предмет. До сих пор предмет. Предмет через покоящееся тело. Теперь мысль определяет тело. Итак, еще раз. Определение действия. Мыслящая форма определяет существованию телесную форму. Это и есть движение. Движение без всякого впечатления. Из возможности в действительность переводит в движение. Это и есть, собственно, действие без впечатления. Обязательно без впечатления, иначе мы не получим действие. Как только форма готова, мы получаем впечатление. Как только форма становится, мы получаем телесную форму. То есть мы получаем движение. Держите. 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 с самим собой. Поэтому я понимаю, что я совершаю движение, я двигаю рукой, только поэтому. Если бы я в движении рукой не соотносился с собой, никогда бы не догадался, что это я шевелюсь. Но поскольку в этом движении я соотношусь с собой как с формой, я не отличаю себя от этого движения, но это лишь аспект моего движения рукой. Другим аспектом является то, что это движение рукой, в котором я себя не узнаю, я не равен себе. В общем, я настаиваю на этом замечательном различии, я равен себе и я не равен себе. То есть я не узнаю себя, я теряю себя в движении рукой, потому что какой же я, который равен себе? Это создаёт ситуацию. Я двигаю, но не есть это движение. надвигаю-то я, а движение не я. Решительно не я. Это движение рукой, всё что угодно, только не я. Это создаёт ситуацию внутри двух. Я есть я, и я не есть я, казалось бы, что тут интересного. Далее, ход, который… Понимаете, я есть я – это… Который не обсуждался в прошлый раз, хотя многое проговаривалось. Я есть я – это экзистенциал. То есть я двигаю ради того, чтобы двигать. То есть этот первый аспект, где всё равно рукой, ногой или головой – это то, ради чего я совершаю действие. Не потому что именно рукой, а чтобы жить. В этом движении я… Слово, конечно, такое ещё, но я экзистенциален. Я… нельзя в чужие термины вносить свой смысл, я понимаю, но… А животное тоже выявится? Неа. Слишком далеко. Так, как и младенец, который шевелится руками, слишком далеко. Он шевелится руками, не получая наслаждения от самого шевеления. Он шевелится руками, потому что ему шевелится, он не субъект. А я двигаю рукой, потому что я субъект. Значит, мы с вами разговариваем. Похоже, но… Но не так. Я наслаждаюсь субъективностью. Я равен себе в движении рукой. И я равнодушен в этом смысле к тому, что именно я шевелю. Я шевелюсь. Слава Богу. Но именно я, а не животное, а не младенец. В этом шевелении я равен себе. И это дает некоторое… В некотором смысле исчерпывающее удовольствие. Ура! Я… Шевелюсь. Ура! Я… Шевелюсь. Вам рассказывал. Там люди встают и поют. Ну, черт побери. Вот я стою и плачу. От того, что я встал, мне уже от этого плохо. А они встают и поют. Вот они… Да. Они правы. На них я понял, что мне плохо от того, что я не встаю. Мне достаточно встать и мне уже хорошо. Они поют красиво, поют и поют. Они все там поют, как буги. Чего-то он знает. Вот. Ерундой занимаются там. Яму копают или что-то еще там. Не в университете было, на пляже. Вот. Но люди встают и поют. Им весело. Угу. Может быть от этого. Ну, на самом деле мы же и не можем не шевелиться. Наоборот, большая проблема – не шевелиться. Постоянно шевелимся. Вы правы, Булат. Буддист не шевелится. Но я про итальянцев. Нет, я говорю потому, что даже буддист, пытаясь не шевелиться, все равно это ему трудно дается. Ну. Наоборот, не шевелиться тяжело. А шевелиться – это как бы наше естественное всегда. Но причина, причина. Нет, причина не шевеления. Шевелимся мы потому, что живое существо. А причина наслаждения. В том, что я во всяком шевелении отдаю себе отчет, что я есть я. Взрослый нормальный человек, который за пределами просто живого существа, он наслаждается шевелением. И вообще не потому, что он шевелится, а потому, что он ранит себе. Нет, а если человек задался целью не шевелиться, он ведь точно так же в этом не шевелении ранит себе? О, там другое. Там… Потому что он хочет себя в чистоте получить, да? Да. Да. Получить отношения с собой, как с телом в некоторой частоте. Но я туда не лезу сейчас. Может, вы правы. Надо было сразу же отнести одну с другим, но мне же никак. Итак, следующий ход. Отношение с собой является экзистенциалом. Я равно я. И тоже поэтому является субъектом. Как соотносится я равно я с движением рукой? От этого места, где Игорь вчера, в прошлый раз восстал. Потому что… Я сказал, что движение рукой является притекатом к субъекту движения. Ну, давайте думать вместе. Каково отношение с субъекта и притеката? Притекат раскрывает субъект, обнаруживает субъект. Субъект без притеката – это нечто, лишенное определенности. Если девочка не веселая, не грустная, если она не бежит, не сидит, то она может быть и не девочкой вовсе. Через предикат субъект получает определение. Теперь посмотрите на ситуацию. Я двигаю рукой. В этом движении я – отношение с собой. Но это движение чистое, о котором ничего не сказано. Рукой или ногой я двинуться. И другой стороной этого определения является движение рукой. Следовательно, движение рукой является определением движения. Обычное отношение с субъектом и притекатом. При этом движение вообще – прежде движения рукой. Как субъект, прежде притекатом. Но ведь для всякого определения движения само же движение есть. Определение – это только способ манифестации движения. Движение есть независимо от того, есть его определение или нет? Совершенно верно, потому что оно первее. Логически, разумеется. Вообще движение не существует так по времени. Но логически – прежде движение, а затем его определенность, как движение рукой или что-нибудь еще. Конкретизация. Да. Определение. Определение и конкретизация, я думаю, что это одно и то же. То есть сначала мы имеем движение вообще, затем его определение как движение рукой. Я называю это отношением субъекта и предиката. Игорь в прошлый раз оказался понимать это отношение. Ну, вроде как, вроде как так. Мое движение есть. Я равно я. То есть я двигаю рукой. И это субъект. А то, что я двигаю рукой – это предикат. Как девочка. Есть девочка, но если она ничего не делает, то мы о ней ничего не узнаем. Ну, вот она побежала, и мы уже знаем. Девочка бежит – ага! Значит, девочка. Раз бежит – значит, девочка. Значит, уже кое-что. То есть удивительно на самом деле, что в этом простой ситуации просто движение. Два я. Я. Заметьте, я двигаюсь дальше наконец, по сравнению с прошлым занятием. Два я. Одно я – это источник движения. То есть я, который совершает движение тела. В этом движении телом он, этот субъект, находит два аспекта. Где он равен себе, и где он не равен себе. Где он я есть я, и где он не есть я. Где я двигаю рукой, и я двигаю рукой. Я двигаю рукой, и я не есть движение рукой. Это с позиции того «я», который является абсолютным субъектом. Можно ли его назвать «ворей»? Наверное, можно. Не знаю. И другое «я», которое находится в самом движении рукой. В качестве субъекта, уже относящегося к предикату. Первый субъект, первое «я», не раскрывается в движении рукой. Наоборот, в движении рукой «я» не есть «я». В движении «я» есть «я», в движении рукой «я» не есть «я». Поэтому никак нельзя сказать, что вот этот вот первый субъект, который, собственно, ответственен за происходящее с телом, что он раскрывается в движении рукой. Нет. Он теряет себя в движении рукой. «Я» пропадаю, исчезаю. «Я» не есть «я», да не есть «я» движение рукой, но еще мое существо противится такому пониманию ситуации. «Я» не есть движение рукой, но «я» есть движение. «Я» тот, кто движет. «Я» есть тот, кто движет, но «я» не есть то, что движется. А то, что два «я» это уже как-то так выражено нормально стало, а что субъекты два, а не один. Это тоже нетривиально, на самом деле. А где вы тут с самого начала видите? Ну, субъекты «я», которые не раскрываются в движении. Какие-то повторения. Самого движения, которое в самом движении не раскрывается. Второй субъект в движении раскрывается. А это же два разных субъекта? Да. Я нарисовал, кажется, я могу еще раз. Не, я понимаю. А как это так? Получается, что субъекты два. Это же странно. Классические классы не допускают раздвоения субъекта. Субъект один. Вот смотрите, можно с такой стороны. Можно понять такую точку зрения, что субъект раскрывается через свой предикат. То есть субъект и предикат, будучи связанными, они дают некоторое разворачивание того, что есть субъект. А применительно к этим двум «я», к этим двум субъектам, что получается? В чем состоит смысл их связки аналогично суждения? Ведь субъект первый, равный себе, предикатом которого выступает другой субъект, не равный себе. Нельзя сказать, как вы сейчас отрицаете, нельзя сказать, что первый субъект раскрывается во втором. А в связке первого и второго что раскрывается, если это все-таки аналогично суждению? Второй субъект. Второй субъект. Второй субъект. А вам не странно, что где два субъекта? Тогда и бесконечное количество. Подождите, получается так, что в суждении раскрывается предикат, но не субъект? И потом еще такая вещь, что вот субъект, который равен себе, и субъект, который раскрывается через предикат, это как бы два разных понимания слова «субъект», мне кажется. Я рисовала. Этот субъект, который отвечает за действия, в котором есть аспект «я равно я», и аспект «я не равно я». Это один субъект. Другой субъект, когда «я равно я», чем же это субъект, второй «я равно я», он раскрывается в предикате. Этот – нет. Для этого действия рукой чувство. Те он тебя теряет. Может, все-таки это один субъект, один является абстрактным субъектом? Как еще раз, а что является предикатом? Еще раз тогда. Предикатом? Черт. Я думал, мне одному трудно, всем трудно. Хорошо. Вместе повеселимся. Для этого субъекта нет предиката. Тут вы ошиблись в моем определении. Для этого субъекта нет предиката. Это субъект действия, в котором находится ситуация «я равно я», вот эта ситуация. То есть чистое движение, в котором этот субъект маленький, мыслящая форма. Мыслящая форма. Просто «я». В этом движении он обнаруживает два аспекта. Один аспект – «я равно я». И с этой стороны, в чувственном движении, он не находит различия между собой движения. Другой аспект – его чужд. Движение рукой не есть «я». «Я» есть «я», «я» не есть «я». Отсюда. Отсюда из мыслящей формы. Из «я». «Я» рождая ситуацию «я равно я» и «я не равно я». Но «я равно я» первее. И предикат раскрывает ситуацию «я равно я». Оказывается, «я» не просто так, чем «я равно я», я действую рукой. Просто действую, действую рукой. Нет? Я окончательно заходу. Смотрите, по поводу субъекта обнаруживаются два обстоятельства одновременно. С одной стороны «я» равно «я». Да. А с другой стороны, в этой же ситуации и другая сторона. «Я» все-таки не равно себе. Да. Да? Хорошо. Теперь, вот это «я» не равное себе – это ведь не что иное, как движение рукой. Да. Тогда как «я» равное себе – это некоторое чистое движение. Да. Окей. Так что здесь предикат? Движение рукой? Важно, к чему предикат, а не что предикат. Понимаешь, что движение рукой предикат, но к чему предикат? Ну, к самому себе получается. Нет. Ну, правильству «я» равно «я». Не к этому «я», а к этому «я». Это «я» себя теряет в движении рукой, а вот это «я» раскрывается в движении рукой. Так. «Я» теряет себя в движении рукой, а «я» равно «я», то есть чистое движение, раскрывается в движении рукой. Нет. В итоге я… Сейчас попробую это записать. Лучше как-то объясните мне, как может быть «я», два «я». Мне непонятно, что значит «два я». Есть «я» и все. Никаких «два я» нет. Откуда тут второе-то взялось? Либо если взялось второе, надо понять, что это такое, как это оно, как оно соотносится с первым. А что тут, ёлки, понимать, если «я» производит движение, в котором есть аспект «я» равно «я» и есть аспект «я» не равно «я». Ситуация «я» равно «я» – это то же самое «я», но только как бы вот… Ну, то же «я», только в другом смысле. Если я выделил чистое движение, если вы согласны с тем, что я выделяю движение рукой, то это будет «другой и я». Потому что «я», который движет рукой, я, который вычленил движение рукой, чистое движение, которое как «чистое» не отличается от меня самого. То есть в этом движении «я» равен самому себе. Я говорю самому себе всегда и везде. Там где «я» не равно себе, там просто нет «я». Но я равно я – это то изначальное тождество мышления, то изначальное смысл формы, как форма, в принципе, это определение формы, что форма равна само себе. Это я равно я, иначе и другие слова. Там, где я не равно я, там просто нет формы. Вы здесь не вы, вы здесь Декарта. В прошлый раз мы об этом говорили, что я равно я, вообще говоря, это картезианская ситуация абсолютного покоя, абсолютного совершения. Я что утверждаю? Что когда я движу рукой и в этом движении нахожу аспект этого движения, чистого движения, что рукой, что ногой, то поскольку я совершаю это чистое движение, что он теряет аспект, я как бы утверждаю разницу с собой. Утверждаю разницу с собой. И совсем не картезианская ситуация, я равно я. У кортези, я повторюсь, но это сабель, когда много раз пропущу, это я понимаю. Оно, как я говорил, сопровождается, коги-то сопровождаются дубито. То есть тело выключается. Я равно я, это чистая рефлексия, это абсолютная неподвижность. Я очень понимаю, как трудно решиться от этого великолепного созерцания себя. Но мы говорим о другом, о движении, о движении рукой. Вы что не согласитесь? Я равно я и движение рукой. Если вам ближе – ногой. Но мы пытаемся получить я равно я и бесконечно головой. Но движение головой, а не мышление головой. Голова употребляется не в том порядке, в котором мы привыкли ее употреблять. Голова в своем мире, она, конечно, созерцает себя. Мы получаем картезианское я равно я. Но когда мы головой движем, вот когда Сыборис забивает нет, он не ДК, он с углового забивает. Он вот так делает. И в этом так, как ни странно, есть я равно я, но я не прав. Сейчас уже лично я не прав. В этом движении рукой, которое первично, он различает момент я равно я и я не равно я. Потому что я двигаю рукой, но я не есть движение рукой. Я двигаю головой, но я не есть движение головой. Это изначальная интуиция, с которой мы работаем. Так вот, есть я, который движет рукой, это я в этом движении и рукой находит два аспекта. Я равно я, то есть чистое движение и аспект движения рукой, которое не есть я. Два аспекта находят вот это я, который находит аспект я равно я, чистое движение, и я не равно я, движение рукой. Я равную Я мы можем назвать тоже Я, как его ещё назвать, но оно является аспектом. Если это Я вовсе не аспект, а источник движения, то второе Я – это аспект движения, порождённым первым Я. А вторым аспектом является движение рукой, которое для этого источника движения является чуждым, утраченным собой, утраченным себя. Это похоже ещё на опорию со стрелой. Стрела с одной стороны стоит на месте, с другой стороны лежит. Как-то так. Я равную Я, с одной стороны, она равна себе, а с другой стороны она не равна себе, чтобы двигаться. Такие стрелы. Либо она занимает то самое место, в котором находится в данный конкретный момент времени, либо, чтобы двигаться, она немножко должна быть в другом месте. Каждый раз она же меняет место. Что такое движение? Есть смена места. Чтобы было движение, надо чтобы место в каждый конкретный момент времени менялось. И одновременно, ведь стрела в каждый конкретный момент времени занимает какое-то место. И здесь это рассуждение очень похоже на это. Что с одной стороны Я равна Я, а с другой стороны как бы не равна Я, чтобы движение было. Иначе, как Вы говорите, Я равна Я – это же покой, и движения бы не было. Чтобы было движение, надо чтобы было неравенство. Я не говорю, что Я равна Я – это покой. Я говорю, что Я равна Я возникает, утверждается в движении. Оно утверждается в движении в качестве как раз именно двоединого Я, которое есть из себя и Я в качестве причины, и Я в качестве не совпадающего с собой. Вот это вот двоединое Я раскрывается через педикат. Или через педикат. В общем, двоединое Я вообще-то уже даже страшно остановиться. Насчет двоединого Я – это… Всем страшно. Ну, я просто к тому, что, как бы… Вот, допустим, если какая-то сущность, а там стрела, но не может быть две стрела. Одна стрела стоит, другая одновременно движется. Как мы говорим? Стрела себя не движет. Мы говорим о самодвижении. Совсем другая ситуация по существу. Мы говорим о лучнике, а не о стреле. Ну, ракета. Я запустил стрелу, но я же не есть стрела. Летящая стрела, даже попавшая в цель стрела, я же не есть это. Хотя именно я это сделал. Движение стрела. В движении стрелы я осознаю себя в качестве себя. Никто иной, как я сделал это движение, но… Летящая стрела мне есть… Отнюдь мне есть я. Нет, вообще стрела не я, просто сама проблема там как-то повторена, она как-то похожа. Понятно, что это разные проблемы, я равно я, стрела равна себе. И нисколько не похожа, потому что в истории со стрелой нет субъекта. Ну, стрела же есть. Субъект, в смысле Аристотеля, как субъект предприятия одного понимания есть. Субъект, как Аристотель, равный самой себе изначально. До того, как она нашел двигаться, ее запустили. А она либо равно месту, в котором находится, либо как бы из нее выходит. Если мы эту ситуацию выведем из субъекта, то все получится. Ну, а лучники в истории со стрелой – нет ни слова. Там отрицается просто движение. Находится противоречие движения. А мы, ну, как бы совсем, говорим о субъекте движения. И я, которое раскрывается в движении рукой, оно раскрывается, я так понимаю, для вот этого первого субъекта. То есть первая позиция рефлексивная, да? Я не знаю. Я не могу ответить на этот вопрос. Она, конечно, рефлексивная. То есть я должен понимать, что есть вот этот я равно я, и есть движение рукой. Но это понимание, что нам дает? Это два я, что нам дает? То есть понимание первым я, что есть два я, что нам дает? Я может утратить себя в первое я, источник движения. Может утратить себя в я равно я, во второе я, или удержать эту ситуацию. То есть мы имеем ситуацию… Что удерживает первое я? Первое я. Первое я удерживает последовательность на мой взгляд. Сначала я живу я, а затем я продвижение рукой. Вот первое я позволяет удержать чистое движение как субъект конкретно. А не получается ли так, что поскольку у нас две формы, то с каждой формой связано свое я? То есть я мыслящей формы, я равно я в смысле как бы мышления, да? И я в чувственной форме, где как бы свинка я равно я тоже, да? Ну и в том же смысле, что я не равно я, поскольку чувственная форма становится. Что значит рефлексия со стороны источника движения, простого я, мыслящей формы? Означает, что мыслящая форма, ее движение совершается не в движении рукой, а совершается в сознании, что я движу рукой. Вот и надо думать. В сознании, что я движу рукой. Просто уже сказал, что движу рукой. А если это сон? Я тоже как бы что-то двигаю, но ничем не двигаю. А могу мыслить, что что-то двигаю, невоображаю. Но я опять как бы к Декарту там интересуюсь. Он говорит, а вдруг мы все это во сне? Можем же мы во сне двигать? На самом деле ничем не двигаем. Я не знаю, что происходит во сне. То ли во сне мы окажемся торжественным движением. Может быть, сон это сумма свойств? Надо об этом думать. Я не думаю. Но нормальное движение рукой, мое движение рукой, предполагает не просто движение рукой, а движение рукой, которое заключает в тебе сознание. Я двинул рукой. Это вот то понимание, которое присуще изначальному «Я» мыслищим словам. Я двинул рукой, потому что в моем движении рукой есть и субъект, и критика. Мне не надо просто двинуть рукой, чтобы достать плод. Мне не надо двинуть рукой, чтобы поприветствовать кого-то. Нет цели, не значения. Но в моем движении рукой есть сознание. Я все время хочу сказать высказывание. Но высказывание – плохое слово, потому что высказывание нужно для кого-то. Но есть сознание того, что «Я» двинул рукой. Театр. Я все время на сцене. Казалось бы, я просто двинул рукой. Но на самом деле смысл этого движения заключается в сознании того, что «Я» двинул рукой. Это есть жестие. И «Я» есть жестие. И движение рукой есть жестие. И есть тот «Я», который понимает, что этот жест есть ничто иное, как «Я» двинул рукой. Это странно. Все-таки, мне кажется, есть разница между тем, чтобы сознавать чистое движение в качестве условия конкретного движения, и тем самым развлечения мы объясняем, почему я понимаю, что я двигаю рукой, но как бы я не совпадаю с движением рукой. Это одна мысль. А другая мысль – то, что вы сейчас повторяете, то, что именно «Я» двинул рукой. То есть, как бы здесь акцент переносится. Акцент переносится с движения рукой на то, что «Я» двинул рукой. Ну так, для перспективы, конечно, это важно для того, чтобы объяснить, почему этот может быть жест значащий. Окей. Но сейчас, мне кажется, просто, что это какая-то новая добавка по сравнению с… То есть, это просто добавка по сравнению с предыдущим. Просто добавка. Просто добавка. Просто добавка. Угу. Ну, тогда еще раз. «Я» двигаю рукой. Вот это самое «Я» мысль – форма движет тело. Берет и движет. Тело становящееся. Движет рукой. Движет телом. Тело. Тело на руку. Тело. Тело. В этом движении телом есть движение как таковое, в которое вот это вот самое «Я» изначально субьи соотносит с собой. Движение как таковом «Я» ради себе. Поскольку движу, движением «Я» задаю ситуацию ради себе. Если бы я не двигал, не было бы ситуации «Я» равно «Я». Не было бы просто. Если бы я не двигал рукой, не было бы ситуации «Я» равно «Я». Только в движении рукой, движении телом, я создаю ситуацию «Я» равно «Я». Как аспект, другим аспектом является именно движение не вообще телом, а движение рукой. Это просто другой аспект. Мышление это чисто «Я» равно «Я». Что-то у меня вот эти переходы немного как бы странные. «Я» равно «Я» до всяких движений, до всего. Это вообще и начальная позиция, как бы форма стоит, и это предмет движется. Это самая первая интуиция, которая вообще приходит на умность, когда мы начинаем… Ну, Влад, по какому смысле форма стоит? Форма… По определению не стоит. Вы опять про Декарта. Форма по определению движется, телесная форма стоит. Это сейчас у нас так, но у нас изначальная интуиция была. Сейчас совсем не так. Сейчас телесная форма становится. А мышечная форма по-прежнему действует. Просто действует на чувственную форму. Причем здесь… Прямо потому, что «Я» равно «Я» было до всякого движения? В телесной форме – да. Если движение заключается в… То есть, на самом деле, в движении мыслящей формы устанавливали свое равенство также и в телесной форме? Так, что это было? Теперь – да. Своё равенство в телесной форме. Совершенно верно. Чего раньше, конечно, не было. Телесная форма – телесная форма, она неподвижна. Какое-то, может быть, равенство с мыслящей формой. Если форма деятельна – телесная форма неподвижна. Это было условие восприятия. Вот-вот-вот. Там, еще раз скажу, телесные мысли еще не различены, но по существу понятно, что мыслящая форма действует, а телесная только тыкает. Тебя это равен себе. А второе я – это какое я? Ну, первое я – оно стремится все сделать тождественным, равным самому себе. Она в мыслящей форме этого добилась, поскольку в этом смысл мыслящей формы. И точно так же добивается теперь телесной форме. А второе теле откуда зовут? Второе я – это же, на самом деле, просто остаток. Она не может вполне добиться этого равенства в себе. В чистом движении добивается. В чистом движении, если мы соглашаемся, что мы движение рукой можем различить в качестве аспекта чистое движение, то достигается ситуация «я разуме». Достигается. Если мы потеряем чистое движение. Потому что чистое движение тела ничем не отличается от движения мысли. Она порождается движением мысли. Но движение мысли в этом телесном движении соотносится само. То есть не видит разницы. И устанавливает движение «я – равное», только поскольку совершается чистое движение. Если мы согласны, что мы выделили в движении рукой чистое движение, что рукой, что ногой, то «я – равное». Вы не увидите в чистом телесном движении какого-то различия от мысли Фейфона. Но никакого. Мысли Фейфон порождает еще раз это, но соотносится с собой. Все нормально. Я равно «я». Порожденное «я», которое никогда не было равно «я», но всегда жило под другим законам, не партезианство. То есть «я» обнаруживает себя только в движении, в чистом движении? Да. А до этого? Порождая чистое движение. Ну, порождая чистое движение. А до этого? Ну, до этого мы должны вернуться на 2-3 года назад, семинару 20 лет. Да. Все записано. Смотрите. До этого она себя в какой-то момент обнаруживает, в момент умножения. Ну, просто получается какое-то ускользающее ее. Да. Вы согласны, что движение рукой можно обнаружить чистое движение? Согласен. Ну, тогда «я» равно «я», потому что то «я», которое движет, это мыслящая душа «я». Без всяких отсылок утверждает недальность. Есть душа, есть мыслящее «я», которое движет. Да. Оно активное по определению. Больше ничего нет, кроме активности. Вообще ничего. Оно неинтересное. Оно активное. Тоже интуиция, я думаю, сносная вполне. Вполне. Оно двигая телом, оно в этом движении тело обнаруживает чистое движение, то есть движение, в котором она мысль ничем не отличается от того, чем оно движет. Все вроде бы так. Ну, в институте я бы, может, нам пояснил. Дело в том, что невозможно чистое схватывание. То есть я не может себя в чистоте схватить. Всегда я есть на самом деле, на посреди. Как аспект была, как аспект. В чистоте схватить, увидеть эту ситуацию как самостоятельную, не как аспект движения рукой – ерунда. Только аспект движения рукой. Представить эту ситуацию в чистоте, я понимаю, что нелепо. Я просто не знаю, что это состоит смысл, почему так невозможно. Я равновесия никак не может быть в данном чистоте, нет такого опыта. Опыт – всегда есть опыт, который не имеет никакого средства. И есть предмет. В данном случае движение предметом является мыслящей формой схватывающей схватывания. Само себя, но тем не менее это опять же было опосредованным. Поскольку чистая форма невозможна сначала. Всегда форма чего-то, предмета. Мне кажется, понимаю, почему вы переходите к тому, что я двигаю тело. Вот когда я на смотеродке на то, что есть я в качестве причины. Потому что у нас же все ходы рефлексии изменяли ситуацию, которая была отрефлектирована. Поэтому если я вот обнаруживаю в движении чистое движение в качестве условия, то я не могу это просто констатировать. и в этой паре движение рукой и чистое движение, я тем самым должен буду утверждать одно из этих двух. Либо движение рукой, либо чистое движение. Поскольку обнаружение произошло со стороны мыслящей формы, то она утверждает естественным образом себя. А именно чистое движение. Поэтому происходит вот это педалирование, что я двигаю тело. Я совершаю это движение. Но именно в этом смысле, кажется, я и говорю, что произошло изменение ситуации. Потому что мы сначала просто выявили структуру, а потом рефлексия этой структуры приводит к тому, что мы один из элементов в этой структуре усиливаем. По причине того, что равное себе прежде становящегося. Потому что движение рукой – это по определению становящееся движение. А чистое движение, где мысль равна себе, это по определению равное себе ситуация. Равное себе, ну как и в отношении предметов. Равное себе в силу того, что оно равно себе, оно прежде. Только в силу этого. А становящееся вторично только в силу того, что оно становящееся. Больше ничего говорить не надо. Поэтому простое движение становится экзистенциалом. Да. Ну да, тогда сходится. Оно прежде. Просто в силу того, что равно себе. А движение рукой не равно себе по определению. Ну да, да, там нелепо утверждаться в неравном себе. Да. А вот движение вообще, оно равно себе. В силу того, что равно себе, оно прежде. Как всегда и было в отношении формы и предмета. Таким предметом теперь является чувство тела. И так, раз в движении есть и субъект, и предикат, и я, и в движении, в жесте, в действии, в неудачное слово, в действии, в движении есть и субъект, и предикат, и я. То, совершая движение рукой, я сознаю, что я совершаю движение рукой, я двигаю рукой. Это меня переводит из разряда, ну, как говорил Гамлетт, дальнейшее молчание. Я не понимаю, что это значит. Я понимаю, что это важно, что, двигая рукой, я, оказывается, сознаю, что я двигаю руку. Это есть в жесте, в движении, которое ее совершает. Вы спрашивали, что делает эта исходная идея. Она понимает, что я двигаю рукой, понимая субъектно-предикатную ситуацию самого действия. То есть, действие является, если правда, что там есть субъектно-предикат, оно является высказываемым. Что, не высказываем чего-то, не дай Бог, что я приветствую, а является высказываемым. То есть, получается, что вообще просто создается такая форма, как высказывание. Да. Такая форма, как высказывание. Я двигаю рукой означает, что я двигаю руку. Предполагает сознание, скажем так, не означает, не уверен, что это слово удачное. Я очень не твердо, как у молодых хожу. А не получается ли здесь просто человека своего рода тупик языковой игры? Мы пытаемся движение описать с помощью языка. Естественно, у нас есть субъектно-предикат, как устроено предложение. Есть принадлежащее, сказуемое и все другие вещи. И мы переносим свойства нашего описания движения на само движение. То есть, язык нам диктует, как мы должны понять само движение. В языке действительно есть эти структуры. И они по неволе оказываются также и в структуре самого движения. Потому что мы можем двигать вообще никак, ничего не произнося. Просто буквально дрыгаться. Нам для этого нет ни усилий, ничего такого особенного. Ну, я же понимаю, откуда у вас эта мысль. Великий современный философ говорил, что «я порождено языком». Да, это правда. Вообще, понятие «я» порождено языком. Не было бы языка, может, потому что язык появился с неба. Но не было бы языка, не было бы и понятия «я». Это просто та опасность, которая преследует его философствующего, наверное. Вот такие темы. Ну, согласен. Вопрос в том, преодолели мы это препятствие или нет. Я не могу сделать движение рукой без понимания того, что я двигаю рукой. Вот всё, что я утверждаю. Думаю, что язык тут ни при чём. Субъектно-предикатные отношения мы, я равно я, мы получили не из языка. Если прав этот современный философ, то нам обошлись. Я не прибег к языку. Наоборот, если бы я прибег к языку, я бы сказал, что я двигаю рукой. Тут есть «я», некий «я», который может тебя махать. Сколько угодно. Я же это «я», я взял и двинул рукой. Но я остаюсь «я», при этом. Ну и всё. А движение рукой – это движение рукой. В движение рукой есть смысл «я» и двигаю рукой. То есть смысл сценичности. Какой-то вот показухи. Я бесконечно далёк от понимания того, что сказал. Я пользуюсь таким метафором. Наслаждение от того, что здесь по себе, про которое вы говорили. То, что в процессе телесного движения я равно себе и получаю наслаждение от этого. Вот это предицирование движения рукой самому себе, оно необходимо для этого наслаждения? Или это следующий этап, рефлексия дополнительная? Я, получающее наслаждение от движения рукой, это тоже «я», которое предицирует себе это движение рукой и высказывается путем движения? Или это дополнительный этап? Дополнительный этап. Предицирование раскрывает вот это «я», но не это. Это «я» себя теряет в предикате. Я не есть движение рукой. С позиции вот этого «я», я не есть движение рукой. С позиции этого «я», я раскрываю себя движение рукой. Если я ответил на ваш вопрос. Вот у Аристотеля же есть такое понятие как «подлежащее», в котором все сказывается. Аристотель нашел это в языке. И тем самым создал впервые теорию языка. Но это правда «я». И слава Богу. Чеча хвала. Оно ни на чем не настаивает. Оно просто подвергается раздействию. И в том числе, даже если на нем преподействует что-то, то это все равно некоторого рода выглядит. Похоже на то, как высказывается о «подлежащем». Что там тело мягкое, и такое, и другое, и другое. Вы только не путаете пассивность тела и становящесть тела. Конечно, тело пассивное. Но понятие пассивности здесь вот совсем другое. Потому что когда тело было пассивное равно себе, оно было пассивным. А теперь тело, поскольку… А теперь тело, поскольку… Его вообще не было, могу сказать. Когда оно было равно себе. Мы тогда относились к предмету сразу. Ну и все угодно. Но теперь оно не просто пассивное, оно становящееся. То есть оно вообще возникает только постольку, поскольку в нем мысли соотносят с собой. Оно пассивное. Но не равно себе. То есть если мы в этом помнят, то все нормально. Просто еще раз возвращайся в историю. Подлежащему у него имело два смысла, да? Как бы так, это уж так, что-то говори до конца. Один перебил, да? Да. Один смысл как вот то, о чем сказывается, а другой смысл – смысл материи, да? То есть форма там… То есть это разный смысл подлежащих. То есть в одном смысле какая-то логическая функция есть, а в другом смысл – смысл того, что есть какая-то материя. То из чего, да? И у него весь трактор методическую часть там вообще поставят то одну, в каком смысле каждый раз понимается не очень понятно там. Спутывается как-то там. Но это надо требуется действительно там. Тонкий анализ, само, наверное, текст. А здесь ведь тоже вот в каком-то смысле у нас вот что-то как-то двоится и я вот это. Ну почему? Теперь, раньше материя был предмет становящимся, теперь материя является формой интересной. А она становилась здесь, видите, становилась. Старше она не может быть. А мы здесь. Ну что, все на сегодня? Все? Еще какие могут быть сегодня? Потому что очень, очень зыбко. То есть что-то не старается твердого, а что-то очень зыбко. Но остановились мы на этом месте вот, что двигая рукой я сознаю, что я – я. В моем сознании есть субъект. В моем сознании жест и субъект – я двигаю рукой. В моем сознании жест и движение рукой есть и субъект, и предикат – я двигаю рукой. Предикат раскрывает субъект. Поэтому он, собственно говоря, и предикат. И вот эта ситуация, перед которой мы находимся. То есть жест, еще раз скажу, он заключает в себе высказывание. Заключает в себе сознание, в котором есть и субъект, и предикат. Не двигать мне рукой, чтобы в самом движении рукой не было там и субъекта меня, и предиката. Хотя двигаю – это я, которое отличает от движения. Но в самом движении есть и я, и предикат. Я не есть предикат, но в самом движении рукой есть я и предикат. Двигая рукой, я сознаю, что я двигаю рукой. И вот это нас вводит в какую-то область условную, искусственную. Хорошо было, когда есть я просто субъект, который зачем-то там двигает руку. Если в самом движении рукой есть я, то оказывается мое движение является действительно жестом. – Знаете, что тут странно, Вик Михайлович? Получается, что в итоге сегодняшнего движения вы получаете чистую форму жеста, еще лишенную содержания, то есть лишенную смысла. Точнее говоря, смысл в ней есть, а смысл заключается в том, что я двигаю рукой. То есть тут тождество движения и смысл, неразлеченность. – Ну так. – Скорее так, чем просто решенный смысл. Скорее неразлеченность смысла и движения. Смысл движения рукой в том, что я двигаю рукой. Вот я бы так выразился. – А я бы сказал, что доязыковая ситуация, на какого смысла еще нет? – Доязыковая. – То есть смысл – это отсылка к языку. – Хорошо. – А языковая ситуация, когда еще только язык должен родиться когда-то, и должны только обозначиться его возможности. – Я бы согласился. Можно говорить «доязыковой», но как бы, что значит «до»? В том смысле, что из-за этого должен родиться язык. – Да. – Именно так. – Не так, чтобы языка еще нет, а в том смысле, что это предязыковая ситуация. – Предязыковая ситуация. – Значит, слово «до» просто решено… – Предязыковая ситуация. – Да. – Нет, можно и «до» сказать, но только понимать, что это ситуация, из которой может родиться язык неведомо как. – Неразличенность движения и смысл движения – это, конечно, доязыковая ситуация. – Но в ней-то хорошо по языку и появиться. – Для этого предикат должен получить какое-то… – Ох… – Нет, я не могу двигаться дальше никак. – И никак. – И никак. – И никак. – И никак. – Еще какие-то непонятки, пожалуйста. – Чтобы двигаться в никуда, нужно быть абсолютно уверенным, откуда мы… – А то получится никуда и ни откуда – это уже перебор. – Значит, это напоминает, что тут очень много интуиции за историей. – Ну, возможно, термины, конечно, к этому склоняются. – Орма там и прочее. – А историей тоже очень много движением занимался. – Но только не движением тела. – Ну да, никакого такого движения, конечно, нет в истории. – Точно. – Нет, ну вообще движение без восприятия, как будто… – Тело – это восприятие. – Ага. – А мы пытаемся работать с телом вне восприятия. – Нет, ну вообще-то растительная душа, она же вроде движение без восприятия. – Нет, там движение только в смысле питания и роста. – Ну, то есть это уж совсем физиология, анатолия. – Без субъекта. – Без субъекта. – Без субъекта, совершенно. – Все, спасибо на сегодня, достаточно. – Музыка Продолжение следует...